По всей стране закрылись избирательные участки. Выборы президента Российской Федерации завершились. Пока идет подсчет голосов, давайте узнаем, как проходило голосование на территории Ленинского городского округа. Стояли тут все солдатики в очередь. У нас все интересно. По полной программе у нас все. Народа очень много, очень активно голосуют. Так что в этот раз скучать не приходится. Какие-то вопросы, проблемы? Нет, пока. Замечания нет, все хорошо. В штатном режиме все проходит. Идут с улыбками, делают фотографии с семьями, дети довольные. Как бы тоже участвуют вместе с родителями в процессе. Какие-то организационные трудности? Нет, совершенно нет никаких. Все у нас очень спокойно, все хорошо. Вчера высокая алка была, сегодня с 8 до 10 было не очень, а с 8 до 10. Не, ну вчера наоборот. Было с утра много, потом все на работу уехали, да, и вечером было много. А сегодня все выспались. А теперь это? Да, 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 и начали приходить. Все проходит спокойно, в штатном режиме. Замечаний ни у наблюдателя, ни у членов комиссии нет. Поговорили с избирателями, все в позитивном ключе. Праздничное настроение. На многих участках организованы мастерничные гуляния, поэтому людей привлекает это еще дополнительно. Поэтому мне кажется, что все идет спокойно. Мне не безразлично будущее страны, и в моих силах сделать выборы. И что для меня выборы, ну, наверное, это определяющий, так скажем, момент страны, который важен для всех жителей. Избиратели идут постоянно, очень активные, с хорошим настроением. Прям вот мы очень рады их всех видеть. Они нас заряжают прям энергией, то есть нам прям вот хочется работать и работать. Нам нужен такой лидер, такой лидер, который смог бы России все-таки показать и доказать, что на сегодняшний день это является держава, которая ни сомненно докажет всему миру, что мы идем правильным путем. Ее народ и сама страна идет правильным и необходимым путем для того, чтобы наконец-то на планете Земля восстановился достойный мир и проживание. Насколько это важно, но это настолько же важно, насколько мне кажется. Один из выборов главного человека нашей страны на данный момент, поэтому это одно из самых значимых событий. Я пришел проголосовать, потому что считаю, что это очень важно для страны, тем более в такое вот сложное сейчас, как говорится, время. Поэтому считаю, что как гражданин России я должен отдать свой долг. Я считаю вообще то, что голосовать должен каждый человек, потому что от нашего голоса зависит наша дальнейшая судьба. Ну и в целом вообще всей страны, ну и будущее наших детей. Голосую, естественно, за будущее, за будущее Великой России, за ее самостоятельное развитие, за ее независимость во всех областях, политической, экономической, мне, как человеку, который всю жизнь отдал культуре, независимости в области культуры. Люди пришли сегодня для того, чтобы участвовать в празднике, ну и проголосовать за будущее нашей страны, за президента. Мне кажется, здесь мы должны понимать, что вот возможность сегодня оказаться все вместе, почувствовать плечо, товарища, локоть друга. Это, конечно, самое важное сегодня понимание, насколько это важно сегодня всем не остаться в стороне и уйти, обязательно отдать свой голос. Работу оцениваю очень положительно. Самое главное, что жители активно идут, голосуют, поддерживают, выбирают будущее нашей страны. Очень большое количество наших жителей принимает участие в голосовании. Я вчера был в Боброво, там тоже было очень активно, и масляничное мероприятие, и голосование за благоустройство сквера, как раз в Боброво. Поэтому жители также у нас очень активно принимают участие. Вчера я вот тоже объезжал вместе с коллегами наши участки, смотрел за ходом голосования. Большое количество людей, и это отрадно посещало участки. Я сегодня вместе со своей супругой, традиционно на нашем участке, здесь, в Дроздово, отдаю свой голос за нашего президента. Редактор субтитров А.Семкин